СВАДЕБНАЯ ПРИДАННЫЕ А тогда с рождением девочки ставился сундук, и в этот сундук старшие женщины, как мы сейчас их называем бабушки, начинали готовить приданное будущей невесте, шить бурку, башлык, мужскую черкеску, войлочный ковер, однотонный и цветной. И вот Ахильгова нам сегодня показывает возрождение, то есть она вновь на основании полевого материала, научного материала возрождает, как эту работу нужно было провести. Ковроделие – занятие трудоемкое и требующее специальных навыков. На создание среднего ковра у Райшат уходит от одного до двух месяцев. Мне очень хотелось восстановить, возобновить почти утерянное наше исконно-ингушское ремесло. И хотелось бы видеть во всех наших ингушских домах наши истинки, именно наши ингушские истинки. Ковроделие – это древнее ремесло. Оно сложилось во времена, когда скотоводство было одним из главных занятий людей. Тогда животное использовалось не только из-за того, что оно дает продукты питания, но и шерсть, из которой можно сделать различные изделия, в частности, одежду и ковры. Прошли века, а технология войлочного ковроделия практически не изменилась. Все пришедшие смогли увидеть своими глазами, каким образом делали и делают ковры. Райшат провела короткий мастер-класс. Посмотреть работы мастерицы и выразить ей свою благодарность за то, что она продолжает это редкое в наши дни ремесло, пришли не только деятели культуры, но и все те, кому интересен этот вид мастерства. Мы ездим по всей России, приобретаем. У нас наши жители некоторые сдают тоже свои. Потом из-за границы бываем. Ну, вот, собираем, как говорится, именно непосредственно индусскую тематику, больше, из тенге, которые ковры. В частности, цена стартовая стоимость, их не можно, ну, сказать так, от 50 тысяч, ну, и стоишь, и выше. Скучать посетителям не приходилось. Организаторы выставки постарались сделать это мероприятие еще интереснее, поэтому включили в программу выставки песни и танцы. Посетители выставки остались довольны, они пожелали творческих успехов Райшата Хильговой. А 30 мая мастерица планирует выставку в столице Грузии – Тпилиси.